Выходной день — редкость в суетной жизни кибербобра. Можно никуда не спешить, отложить девайсы и посидеть в тишине, слушая потрескивание дров в каминах. Обычно из банка не звонят в такой поздний час. Кажется, мошенники снова не дремлют. Кибербобер решил отложить вечерний чил у камина и рассказать тебе, как мошенники могут обманывать в сети, чтобы получить доступ к личным данным и похитить деньги. Злоумышленники используют разные схемы атаки. Тебе звонят из банка, представляясь официальными сотрудниками и просят сказать код от банковской карты, угрожая блокировкой. Тебе присылают сообщение от имени почты и говорят, что пришла посылка. Просят перейти по ссылке и подтвердить адрес доставки. Ты приобретаешь товар в интернете и тебе отправляют поддельную ссылку для оплаты, чтобы украсть платежные данные и воспользоваться твоими деньгами. Тебе приходит сообщение от сервиса об угрозе блокировки аккаунта с просьбой заполнить форму по ссылке. Но как понять, что это мошенники, а не официальный запрос? Ведь все выглядит так правдоподобно. Сервисы не просят передать личные данные через сообщения или звонки. Если тебя немедленно просят заполнить форму, перейти по ссылке, оплатить, ввести свой пароль и логин и угрожают блокировкой, то, скорее всего, это мошенники. До того, как нажимать на любые ссылки и давать свои данные, важно остановить подозрительное общение и обратиться в официальную службу поддержки. Это значит прийти в банк или на почту, написать в поддержку мессенджера. Если тебе присылают ссылку, то можно визуально определить подозрительные моменты. Цвета и названия сайта отличаются от официального. Название аккаунта или номер телефона не соответствуют названию поддержки сервиса. Если подозрительное сообщение приходит от вашего знакомого, свяжитесь с ним или с ней через другой канал связи и обсудите запрос. Будьте внимательными и не попадайтесь в ловушки изворотливых мошенников. А если такая неприятность произошла, напиши мне в бот, ссылка в описании под этим видео. Береги себя и свои персональные данные. Перешли это видео тому, кому оно может быть полезно, особенно людям старшего возраста.